Добрый вечер! В эфире телеканала ЖИЦУ «Время новостей». В студии для вас работает Айнур Мирханова, сортоперевод обеспечивает Мара Джумабеков. Весна вступает в свои права. За окном плюсовая температура, из водоемов области опадают ледяные оковы. Однако ряду населенных пунктов может грозить подтопление. На сегодня по региону выявлено порядка 40 потенциально опасных участков. На предотвращение чрезвычайных ситуаций направлены действия спасателей в рамках учений КУКТЕМ-2020. Иргелинский сельский округ Карасайского района является участком наиболее подверженным паводкам. С приходом весны увеличивается объем воды в реке Каргаулда. Районным отделом по чрезвычайным ситуациям совместно с местными исполнительными органами было проведено тактико-специальные учения. К ним присоединились также студенты-волонтеры профессионально-технического колледжа имени Санджара Жандосова. Всего было задействовано более 40 человек и 15 единиц различной техники. Тактика специальных учений при проведении проводили углубление, а также домбирование данной реки. При этом мы предотвратили подтопление 20 дворовых участков, а также одного детского сада. В дальнейшем, согласно календарного плана, утвержденного заместителем Акима Алматинской области, у нас в Карасайском районе будет проводиться аналогичная тактико-специальные учения в семи участках нашего района. В ходе проведения учения отработан на практике ход эвакуации населения, возможности по их обеспечению специальными принадлежностями и горячим питанием. В целом, органы управления службы гражданской защиты и аварийно-спасательные формирования Карасайского района показали готовность к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций в весенний период. Для проведения тактико-специальных учений в Алматинской области было задействовано более 300 человек и 100 единиц техники различного назначения. Результатами проделанной работы является не только многомиллионный эффект предотвращенного ущерба, но и благодарность местных жителей, которые живут в потенциально опасных участках. Аделья Кжаркенова, Ербола Тантелов, Телеканал ЖИЦУ. Преступление и наказание. Автоугонщик задержан в Талдыкургане. В дежурную часть управления полиции города Талдыкурган обратился 31-летний местный житель с заявлением об угоне его личной автомашины марки Toyota Camry 40. Она была припаркована у одного из магазинов по улице Жильтухсан. Полицейские организовали оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления. В результате оперативникам удалось вернуть автомашину владельцу и задержать подозреваемого. Данный факт зарегистрирован в едином реестре засудебного расследования по статье 200 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Неправомерные завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, сообщили в полиции. Между тем, на видеодопросе подозреваемый обратился ко всем водителям транспортных средств с призывом не оставлять ключи от своих автомобилей на замках зажигания, так как этот фактор провоцирует злоумышленников на активные действия, а также облегчает совершение краж и угона. Я задержан по поводу угона автомобиля. Так как он был заведен, я хотел на нем покататься. Без присмотра был. К водителям просьба не оставляйте без присмотра машину. У более 60 педагогических работников Алматинской области увеличилась зарплата на 25%. На это из республиканского бюджета выделено свыше 33 миллиардов тенге. Также доход учителей и преподавателей возрастет за счет доплаты за педагогическое мастерство в размере от 30 до 50% от должностного оклада. Плюс ко всему оплата за классное руководство возрастет вдвое. Все это стало возможным благодаря вступлению в силу закона о статусе педагога. Айман Бикижанова работает в сфере образования уже более 30 лет. По словам учителя Талдыкурганской школы номер 17, вводимые реформы внесут кардинальные изменения в работу учителей. Со вступлением закона в силу решится кадровый дефицит. Помимо этого появится солидная конкуренция и качество образования выйдет на новый уровень, считает она. Раньше учитель считался авторитетом среди учеников, и родители прислушивались к замечаниям, сделанным преподавателями. А в последнее время все наоборот. Любая конструктивная критика в адрес ребенка воспринимается родителями агрессивно. Порой доходит до угроз и оскорблений. В связи с этим снижается статус педагога в обществе. Но теперь, я думаю, все встанет на круги своя. Новый закон нас защитит, и относиться к учителям будут на должном уровне, как это было раньше. Новый закон защитит преподавателей не только от оскорблений и угроз со стороны родителей и учеников, но и от несвойственной работы. Ведь не секрет, что руководители учебных заведений зачастую учителям поручают выполнять несвойственные функции. Отныне такого не будет. Каждый, кто нарушит права педагогов, будет наказан. В целях поднятия престижа профессии предусмотрено повышение зарплаты на 25%. Также имеется доплата за наставничество в размере 17 тысяч тенге. Плюс ко всему, за педагогическое мастерство работникам образования полагается надбавка в размере от 30 до 50% от должностного оклада. С 1 января 2020 года по заданию президента Республики Казахстан в области 60 933 педагогические работники получают 25% повышенную заработную плату. На эти цели из республиканского бюджета были выделены 33 миллиарда 190 миллионов тенге. Согласно закону о статусе педагогических работников, с 1 января текущего года 869 педагоги в области получают дополнительную оплату за степень магистра. Также 2371 педагогические работники получают надбавку за наставничество. С большим количеством преференций возрастают и обязанности. Отныне педагоги должны повышать уровень квалификационной категории не реже одного раза в 5 лет. Несмотря на правовую защиту, учителя и преподаватели обязаны уважать честь и достоинство обучающихся, воспитанников и их родителей. В связи с этим складывается вывод, что новый закон дает преимущество как тем, кто дает знания, так и тем, кто их получает. Всего новый закон включает в себя 21 статью и затрагивает порядка 500 тысяч работников образования республики. В Алматинской области планируется создание единого центра патриотического воспитания. Об этом стало известно на прошедшем областном форуме военно-патриотического клуба «Айбен», посвященного государственной символике Республики Казахстан. По словам организаторов мероприятия, патриотизм начинается с сознания и уважения к символам страны – гербу, гимну, флагу. Также старшие наставники ведут активную пропаганду теоретических и практических знаний военного, туристического и медико-санитарного отдела среди подрастающего поколения. Примером являются курсанты военно-патриотических клубов «Айбен», «Ерляк» и других. К тому же в сотрудничестве с военной полицией создан клуб юного кинолога. На сегодняшний день в регионе более 60 военно-патриотических клубов. В планах нашего ветеринарского движения мы хотим тоже внести свой вклад в дело патриотического воспитания молодежи. Мы хотим тоже организовать как бы центр патриотического воспитания, центр патриотических клубов, где хотим проводить такие же форумы, такие же большие акции для того, чтобы объединить наши патриотические клубы воедино. Более 300 ветеранов Великой Отечественной войны Палматинской области в прошлом году получили гуманитарную помощь. Организовали это благое дело более 6 тысяч активистов молодежного крыла партии «Нуратан». Об этом стало известно в ходе встречи председателя данного крыла с юными жителями моногорода Текили. На мероприятии присутствовал и Аким города Бахтяру Нербаев. В своем выступлении городоначальник призвал молодое поколение ценить вклад ветеранов в будущее нашей страны и относиться к ним с низким поклоном. По завершению встречи в рамках акции «Арда Герлерда Ардахтаев» ребята посетили двоих ветеранов. Они помогли им продуктами питания первой необходимости. По словам организаторов акции, почтение к старшему поколению – это отражение культуры и воспитания народа. И чем больше молодежи будет вовлечено в это дело, тем милосерднее будет общество. В этом году планируем привлечь данное мероприятие более тысячи волонтеров и организовать около тысячи мероприятий. На сегодняшний день 700 мероприятий уже утверждены и план уже составлен. Религиозная ситуация в Алматинской области стабильная и прогнозируемая. Совершенствуются меры профилактики религиозного экстремизма и терроризма, направленные на формирование в обществе иммунитета к радикальной идеологии. Так заявил спикер брифинга, прошедшего на площадке «Житсу-Медиа» Рахмет Исдаулетов, руководитель управления по делам религий Алматинской области. По его словам, в регионе успешно реализуется государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму. Она рассчитана на пять лет. Из 18 религиозных конфессий, зарегистрированных в стране, 12 представлены в области. Наряду с ними официально работают 30 миссионеров из шести стран мира. В современном мире экстремизм и терроризм являются одной из наиболее серьезных проблем и угроз для общества и государственной целостности. Учитывая современные тенденции, данной проблематикой в области уделяется большое внимание. Идеология у нас большое распространение имеет через социальные сети и интернет-пространство. Вот в этой связи сейчас внедрена система «Каздремтехнологии». Мы 7 дней в неделю и 24 часа в сутки в онлайн-режиме идет как раз мониторинг. Мы уже на сегодня знаем, кто потребляет деструктивный контент, в каких сообществах находится. И уже адресно мы работаем с ними через службы правоохранительных органов, через информационно-разъяснительные группы, через антитеррористические комиссии, через привлечение всех специалистов, религоведов, исламоведов, которые имеют определенный опыт работы в этой сфере. Большая работа проводится по гуманитарной операции «ЖУСАН». Стаю фламинго сняли с высоты птичьего полета в Актау. Житель города Сергей Хачатрян запечатлел при помощи беспилотного летательного аппарата стаю розовых фламинго на озере Караколь. Передает закон КИЗ со ссылкой на ЛАДА. Он показал в ролике грациозных птиц, которые ежегодно прилетают на озеро Караколь в пригород Актау. Фламинго держится в центре озера, поэтому я решил заснять их на бесшумный коптер с приближением. Благодаря этому птицы не пугались, рассказал автор видеоролика. Шокирующее происшествие в Туркестанской области, в обстоятельствах которого разбирается полиция. Двое подростков устроили словесную перепалку, один толкнул другого. Упавший школьник позже скончался. Подросток был третьим ребенком в семье. В свое последнее утро, рассказывают близкие, он, как всегда, ушел на занятия. Когда родители узнали о случившемся, прибежали в школу, но мальчика увезли. И бездыханное тело они увидели уже в морге. Поэтому не могут понять, как все было на самом деле. Биборуса уже похоронили. Смириться с тем, что их ребенка больше нет, родные не могут. И хотят самого сурового наказания для всех, кто мог быть причастен к смерти сына. Взятку в 2 миллиона тенге получил следователь по особо важным делам Северо-Казахстанской области. Антикоррупционной службой по региону начато досудебное расследование в отношении подполковника полиции, занимавшего должность старшего следователя по особо важным делам Департамента полиции области. Последний подозревается в получении взятки от одного из участников уголовного процесса за прекращение уголовного дела, находящегося в его производстве. Фактически рассмотрение было прекращено за отсутствием состава преступления еще 8 февраля. В связи с полным признанием вины антикоррупционной службы планируется завершить досудебное расследование и направить дело в суд в ускоренном порядке, отметил он. Окончательное решение будет принято судом. Около 1200 различных мероприятий запланировано областным управлением культуры, архивов и документацией на 2020 год. Месяцы разделены по жанрам. Февраль – категория классической музыки. Оценить по достоинству искусство этого жанра смогли жители моногорода Текили на концерте, организованном областной филармонией имени Суинбая. Со сцены звучали произведения отечественных авторов и лучшие композиции мировых классиков. Нам концерт понравился, много душевных песен звучало, старые любимые произведения дали много положительных эмоций. Думаю, нужно почаще организовывать подобные концерты. Тухлые яйца по всей Европе могла продавать австрийская компания. Таковы результаты разбирательства, которое началось еще в ноябре прошлого года. В среду информация попала в прессу, а уже в четверг по результатам расследования в производственных помещениях компании прошел обыск, подтвердивший подозрения. Для производства полуфабриката фирма смешивала свежие яйца с протухшими и зараженными. Продукцию приобретали пекарни, рестораны, макаронные фабрики и частные лица. Однако, по предварительным данным австрийских властей, конечные продукты, изготовленные с использованием такой яичной смеси, для здоровья не опасны. Пилотам авиакомпании «Адхат» пришлось проявить все свое мастерство, чтобы посадить самолет в лондонском аэропорту Хитроу. Из-за шторма Денниса, Airbus A380, самый большой пассажирский лайнер, пришлось сажать боком. На записи видно, как из-за сильных порывов ветра самолет зависает над полосой, словно вертолет, а потом приземляется поперек взлетно-посадочной полосы. Скорость ветра в тот момент достигала 140 км в час. В выходные на Британские острова обрушился шторм Деннис. Погибли два человека. В Уэльсе был объявлен красный уровень тревоги. За два дня там выпала месячная норма осадков. Из-за непогоды в Великобритании были перекрыты основные автомагистрали. В лондонских аэропортах отменены десятки рейсов. Лагеря для беженцев на северо-западе Сирии переполнены. В ООН предупреждают, если боевые действия распространятся и на эти территории вблизи турецкой границы, куда в связи с обострением ситуации в Идлибе только за последние недели прибыли сотни тысяч человек, страна неминуемо понесет большие людские потери. Интенсивные боевые действия на северо-западе Сирии продолжаются больше двух месяцев. Только с начала февраля число перемещенных лиц здесь достигло 300 тысяч человек. США заявляют о неэффективности астанинского процесса урегулирования ситуации и призывают установить в Идлибе режим прекращения огня под контролем ООН. В Талдыкурганском дворце спорта Жастар стартовал чемпионат Республики Казахстан по индор-хоккею среди мужчин, юношей и девушек. 25 сборных из всех регионов страны оспорят звание сильнейшей команды. Тему продолжит Алексей Цой. Первенство страны по индор-хоккею – одно из самых важных для всех хоккеистов Казахстана. Ведь выигравшая команда сможет далее выступать на международных стартах. Но даже если проиграет, велика вероятность, что лучшего игрока возьмут в сборную страны. К слову, уже в следующем году казахстанские спортсмены примут участие в чемпионате мира, который состоится в Австрии. У нас достижения по национальным командам, женщинам и мужчинам, это буквально в 2019 году прошли Кубок Азии. Это отборочные были соревнования в Таиланде на чемпионат мира, который будет проходить в 2021 году в Австрии. Наши обе команды, они отобрались. При этом заняв женская команда, стала победителем Кубка Азии. Мужская команда заняла второе место. Главными соперниками для Алматинской области являются спортсмены из Казаларды. И каждый раз команды показывают действительно напряженные матчи. Тем самым вызывая неподдельный интерес болельщиков. В первом тайме семереченцы оформили ворота оппонентов в три безответных мяча. Однако уже во втором казалардинцы попытались реабилитироваться. Но благодаря молниеносным атакам и собранности игроки из Алматинской области вышли победителями. С итоговым счетом 6-5. Готовились очень тщательно. Провели несколько сборов в России, Белоруссии. Главная цель это, конечно же, быть чемпионами на своей родине, на своей земле. Так как надо защитить честь Алматинской области. Напомним, в соревновании принимает участие 25 команд. Победители станут известны 26 февраля. Все игры проходят во дворце спорта Жастар. Алексей Цоя, Блайкутыкбай, телеканал ЖТСУ, Талда Круган. Такой оказалась информационная картина уходящего дня. Спасибо за внимание. Приятных вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok